Всем привет! Ну что же, пришло время темы, которую вы все так сильно ждете. Вопрос о противостоянии главного пирата Голливуда и его бывшей. Сразу обращаю внимание на то, что говорить я буду сегодня немного специфически, и это все из-за нашего любимого ютубчика, который не очень любит данную тему и всячески ее зажимает. Так что кому не трудно, кстати, прямо сейчас жмякните лайк, напишите комментарий, да и вообще на канал можете подписаться, чем черт не шутит, так вы сильно поможете распространению данного видео, а ведь люди должны знать правду, согласитесь. Тем более, что новостей у нас сегодня довольно много. Начиная от того, как противостояние исполнительницы роли Меры и правительства Австралии переходит уже в совершенно личную плоскость и того, к чему это может привести для первой, и заканчивая тем, как Эйдж просто как дешевку вывел на чистую воду другой мастодонт Голливуда Кевин Костнер. Кроме того, вы узнаете еще кое-что о готовящейся документалке от Дискавери, а там, увы, все кажется довольно непросто для Джей Ди. Короче, новостей много, предлагаю начинать. И сразу стартуем с очень сочной новости, которой поделилась автор петиции за устранение Меры из второго Аквамена, петиции уже приблизившейся к двум лямам Дженни Ларсон. Оказывается, что в 2014 году всем нам хорошо известная персона снималась в фильме вместе с Кевином Костнером. В этой остросюжетной драме Эйдж сыграла не то, что прям главную роль, но тем не менее она также была в касте, и вот теперь нам рассказывают о более чем показательном происшествии, которое случилось уже по завершению съемок. Но прежде чем продолжить, скажи. Давно мечтаешь о новом смартфоне, мощном ПК или игровой приставке, но денег на все это удовольствия у тебя нет? Не парься, просто зайди на Крайзи Бокс и забери все эти девайсы за копейки. Это интернет-магазин, сюрприз коробок, и коробок тут на любой вкус. Игровые, дешевые, с гаджетами, даже с телефонами есть. К примеру, откроем коробку с лучшими телефонами, из которой можно получить как Самсунг за 15 тысяч, а если повезет, то и последний айфон. Выигранный приз заказывай себе домой, либо продавай обратно сайту и получай за это деньги. Но в первую очередь рекомендую открыть два бесплатных бокса и забрать себе халявные призы. Работают эти ребята уже очень давно и зарекомендовали себя с хорошей стороны, так что переходи по ссылке в описании на Крайзи Бокс и забирай свой топовый приз. Так вот, возвращаемся к самому соку. Короче говоря, по окончанию съемок, естественно, было празднование, что-то типа автопати для всей команды. И вот очевидцы делятся своими воспоминаниями о том, как Эйдж, которая на тот момент уже была в отношениях с теперь уже своим бывшим мужем, расхваливала его при всех, видимо, таким образом пытаясь привлечь в первую очередь к себе максимальное внимание, ну и вообще поднять свой собственный статус, мол, вот с каким человеком я встречаюсь, значит и я много стою, ну и так далее. Вот только восторгов молодой звезды не разделил главный актер фильма Кевин Костнер, который, как утверждают очевидцы, отвел ее в сторону, хотя при этом их разговор все равно слышали около 10 человек, после чего сказал ей прямо в лицо, «Несмотря ни на что, когда ты разлучилась со своим байфрендом всего на день или два, тебе не понадобилось много времени, чтобы пробраться в мой трейлер, в чем мать родила, не так ли?» На этом их беседа была окончена. Ну то есть вы можете себе представить, если верить, конечно, данным сообщениям, а я допускаю, что все-таки было, видимо, Эй Эйч проявляла свою настоящую сущность еще задолго до брака, и уже тогда она вела себя, мягко говоря, не слишком порядочно. К слову, это только лишь подтверждают слова бывшей помощницы актрисы, которая рассказывала, как та называла своего нового знаменитого избранника, не иначе, чем старик или старикашка, за глаза, разумеется. Всегда пренебрежительно тоже за глаза о нем отзывалась, но при этом везде, где могла, заявляла всем о том, что она встречается со звездой, пытаясь таким образом повысить свой собственный статус. И даже пробовала, прикрываясь отношениями со всемирно известным голливудским актером, выбивать для себя лично скидки или вообще халявную одежду в шикарных бутиках Лос-Анджелеса. Плюс во всем остальном, в стиле одежды, в общении с людьми, в покупках, в предпочтениях, Эй Эйч пыталась копировать своего знаменитого и маститого бойфренда. Ну то есть у нас имеется очередное доказательство того, кем и чем на самом деле она являлась. Жаль, конечно, что вышеизложенную ситуацию на вечеринке не подтверждает сам Кевин Костнер лично, потому что это очень сильно помогло бы его голливудскому коллеге. И тем не менее, общественное мнение медленно, но уверенно меняется. А это уже очень о многом говорит. Что же, мы тем временем к следующим, правда, не слишком веселым на сегодня новостям. Как вы, возможно, слышали еще в ноябре, Discovery планирует снять документальный двухсерийный фильм о всей сложившейся ситуации между звездными экс-супругами, где позиции каждой из сторон уделят по одной серии. Так вот, еще сразу после объявления многим закралось в голову сомнение в беспристрастности данного проекта по той простой причине, что канал Discovery, занимающийся разработкой документалки, уже вошел в процесс слияния с компанией Warner Bros., которая, в свою очередь, не скрывает своих предпочтений к участникам фильма. Когда один из них нагло выдворяется из фильма «Фантастические твари», а вторая становится чуть ли не главной женской героиней Аквамена 2. Поэтому, как бы, вопросы были изначально. И вот теперь нам говорят о том, что, скорее всего, они не безосновательны, и что позиция и версия A.H., а также ее друзей, все-таки будет превалировать в документалке. Об этом сообщает сразу несколько англоязычных ютуберов, которые постоянно мониторят данную тему и все изменения в ней, ссылаясь на свои источники, а также на тот факт, что уже сейчас идет кастинг актеров, которые будут участвовать в инсценировках событий, и в первую очередь в данном касте отталкиваются именно от актрисы для роли A.H., уже от которой будут строить все остальные типажи и весь оставшийся набор. Ну, в общем, пока что не бог весь что, но, честно говоря, я и сам думаю, с учетом того, чью сторону в массе своей принял на данное время Голливуд, что прям сильно объективного изложения и равного представительства сторон мы вряд ли дождемся. Но, как минимум, нужно посмотреть, что выйдет в итоге, пока же никаких точных данных, а дати выхода документалки, увы, нет. Поэтому переходим к следующей новости, которая вытекает прямо из предыдущей. А именно, как раз на волне будущего фильма стал известен фрагмент интервью, которое дает в нем друг Джей Ди Бино Ханти, который играл с актером вместе в музыкальной группе. Что же, его взгляд на данную ситуацию, конечно, более чем однозначный. Подчеркивая, что он никогда не был знаком с Эй Эй Ч лично, Ханти также утверждает, что выразила беспокоенность по поводу разницы в возрасте между своим другом и его новой избранницей, которая превышает 20 лет. Также Билл сознается, что просил актера не жениться на Эй Эй Ч, предлагая послушать его прямую речь. «Я говорил, я понимаю, что она вдвое моложе тебя, я понимаю, хорошо, но ей 25 лет, не женись на ней, тебе не нужно жениться на ней, ведь ты Джей Ди». «Она проникла в его голову до такой степени, что он сошел с ума. Она на самом деле разрушила его жизнь. К черту всю его карьеру, это стоило ему друзей и части его семьи», – сказал Ханти. Ну то есть, как видите, признание старого друга не вызывает никаких сомнений, хотя, конечно, уверен, противоположная сторона тоже будет не менее красноречива. Все-таки дождемся выхода фильма, чтобы увидеть все самим. Пока же хочу поговорить еще вот о чем. Вы, уверен, знаете о ситуации, которая сложилась в Австралии вокруг Эй Ч. Связана она сперва с тайно ввезенными в страну собаками, потом с тем, что правда вышла наружу, а далее с тем, что правительство страны несколько лет спустя вновь очень серьезно взялось за актрису, когда стало известно, что она жульничала, заставляя других отвечать за себя. По появившимся сведениям, сложившаяся именно вокруг исполнительницы роли Меры и правительства Австралии ситуация даже привела к тому, что производство фильма Аквамен 2 от Warner Bros. сперва было заморожено, а потом перенесено из Австралии на Гавайи. И в то время как мы с вами вот уже на протяжении нескольких месяцев к ряду ждем, когда же, наконец, дело дойдет до финальной точки, Эй Ч в свою очередь решила показать, что ей все нипочем и бросить вызов властям страны. Так стало известно, что она назвала свою новую собаку именем вице-премьер-министра Австралии Барнеби Джонса. Понятно, что такой вот инфоповод взяли на карандаш абсолютно все мировые СМИ, а сам вице-премьер уже также отреагировал на него в одном из утренних шоу, где, честно говоря, не подбирал слова. И пока одни потешаются троллингом со стороны актрисы, это касается, конечно же, ее поклонников, другие говорят о том, что она перешла уже непосредственно в личную плоскость. И такие вот выходки могут и, скорее всего, будут стоить ей еще очень дорого. Ведь власть Австралии и так не скрывает своего раздражения, тем, как представители голливудской элиты относятся к их стране, их правилам и законам, а вот тут еще и такое явное и нарочитое неуважение. Так что посмотрим, что из этого получится и не приблизит ли подобный шаг невеселый финал для звезды Аквамена. Ну и уже последнее на сегодня, как говорится, по очередности, но не по важности, касается данный вопрос все того же второго Аквамена. Так вот, энтузиасты из Австралии как раз-таки подсчитали, сколько примерно стоил перенос съемок фильма из их страны. А напомню еще раз, что произошло это именно из-за сложных взаимоотношений исполнительницы роли меры с правительством и отменой визы первой. Так вот, оказывается, что сворачивание съемок, оплата неустойки и восстановление хотя бы примерно похожей площадки по уровню той, что была у Ворнеров в Австралии, все это должно потянуть на сумму от 10 до 15 миллионов долларов США. Именно столько ВБ, видимо, уже заплатили за их рвение не расставаться с мерой, несмотря на все просьбы и даже требования публики. Более того, к данной сумме обязательно нужно прибавить и недополученную выгоду, а именно те деньги, которые не соберет Аквамен 2 только по причине того, кто находится в кадре рядом с Джейсоном Мамоа. А это, уверен, тоже как минимум миллионы, если вообще не десятки миллионов зеленых. Итого получается, что как минимум миллионов 20, а так по-хорошему, скорее всего, и сильно больше, это та сумма, в которую обойдется Warner Bros. их позиция. Стоило ли оно того? Сомневаюсь. Тем более, что 20 миллионов баксов – это бюджет хорошего европейского кино. Но, как говорится, за все нужно платить, и, как мне кажется, в данной ситуации ставки будут лишь повышаться. Но это уже совсем другая история, поэтому на сегодня мы заканчиваем. Пишите ваши комментарии, не забудьте поставить палец вверх, и обязательно подпишитесь на наш канал, кто еще этого не сделал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!